МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И со всеми этими вопросами нам поможет разобраться наш эксперт-член правления Нотариальной палаты Красноярского края, нотариус города Красноярска. Татьяна Абутина, доброе утро. Доброе утро. Мы вкратце обозначили те проблемы, которые могут случиться. Каждый из нас может столкнуться с этой проблемой в интернет-пространстве. Зачем нужен в этом случае нотариус? Каким образом он может помочь? Вы верно заметили, что в сети интернет информация размещается разная. И может быть такая, которая, мы считаем, что порочит нашу честь, достоинство, либо кто-то незаконно использует. Допустим, фотографии, которые мы сделали, размещаются без нашего согласия. В чем смысл? Дело в том, что если это размещено где-то в журнале, либо на бумаге, в газете, вы можете всегда купить этот носитель, и он у вас будет служить доказательством того, что ваши права нарушены. Интернет – это совсем другая ситуация. То есть мы понимаем, что одним щелчком клавиши, кликом мыши, может быть изменена информация, которую мы видим, либо совершенно уничтожена. И для того, чтобы доказать, что ваши права были нарушены, чтобы отстоять свою позицию, вы можете обратиться к нотариусу для того, чтобы обеспечить доказательства. Доказательства обеспечиваются путем осмотра вот этого информационного ресурса. Нотариус составляет протокол, который далее может быть предъявлен в суд для выяснения всех обстоятельств. То есть, получается, если, например, я увидела в социальных сетях где-нибудь, что использовали мою фотографию, обратилась к вам, но, допустим, уже в момент, когда мы начали осматривать сайт, ее убрали, то получается все? Конечно, если чего нет, то зафиксировать невозможно. А есть, например, скриншот? В том и смысл, понимаете, в том и смысл. Конечно, да, безусловно, когда мы открываем, мы можем сделать скриншот, распечатать, но надо понимать, что доказательства суд принимает, конечно, к рассмотрению разные, но он их оценивает, и в процессе, как правило, бывают две стороны, да? То есть, если вы будете защищать свои права, значит, вы наверняка будете кому-то предъявлять эти претензии. И, с другой стороны, безусловно, первым делом скажут, что все это создано в каком-то графическом редакторе, и вряд ли это может быть рассмотрено в суде. Если же вы успеете обратиться к нотариусу, нотариус зафиксирует этот факт, будет составлен надлежащий документ, который вы сможете предъявить в суд, соответственно, это уже будет доказательством, которое оформлено компетентным органом. Дело в том, что все доказательства, которые в процессе рассматриваются, да, в судебном, они должны быть получены в соответствии с действующим законодательством. То есть, они должны быть оформлены надлежащим образом для того, чтобы суд, в принципе, мог их принять. Вот можно обратиться к нотариусу. Случаются ли в вашей практике такого рода обращения? Если да, то насколько часто люди обращаются с такими просьбами в наше время? Конечно, так как жизнь наша движется, и все больше и больше информации размещается в сети интернет в данный момент. Мало того, это не только социальные сети, какие-то личные вопросы. Это обращаются юридические лица при защите своих авторских прав, когда защищают использование товарного знака. Либо участвуют в аукционах, когда закупки происходят, да, и полагают, что может быть изменена какая-то информация, может быть первоначальная информация изменена, либо в процессе что-то будет меняться. Для того, чтобы обезопасить себя, обращаются к нотариусу для того, чтобы оформить надлежащие документы. Чтобы было потом, что... Да, для того, чтобы предъявлять в суд. Надо тут отметить, что само наличие этого документа, протокола осмотра, да, который оформлен соответствующим образом, заверим нотариусам, он уже иногда помогает избежать судебного процесса. Дело в том, что это то, что написано пером, да, это письменное доказательство, оно уже зафиксировано. Оспаривать его крайне сложно, потому что это факт, который зафиксирован надлежащим образом. Как правило, тут все решается даже в досудебном порядке. Спасибо большое. Очень здорово, спасибо большое, что нам все рассказали. Думаю, что нужно быть внимательным. Я думаю, что нам не все рассказали, но тем не менее, никакую часть Айсберга мы захватили. Да, и нужно быть внимательнее и смотреть внимательно, что там в социальных сетях пишут, и вообще во всемирном паунте. Особенно в наш век. Да, рассказала нам все подробности Татьяна Бутина, член правления Нотариальной палаты Красноярского края, нотариус города Красноярска. Спасибо за полезную информацию. Спасибо. Спасибо.